Так, всё, пошла запись, запись пошла, второй матч. Чек против Сауина. На рандоме, кстати, уже второй раз подряд ТМ выпадает. Надо будет, кстати, посчитать. Короче, есть ли ответственный в чатике, кто каждый день будет считать, какие карты на рандоме падают первой? То есть, и потом подсчитать, какая карта чаще всего выпадает. Хотя там Вета, конечно, есть первые две карты. Но всё равно можно подсчитать. То есть, два матча и две ТМ на рандоме. Ветхамотно подсчитать. Но ещё есть, кто-то любит ее сзади, потому что, если есть, в технике, то есть, если у них есть, то есть, если выбор первой карты. То есть, если вы будете использовать, то есть, если вы будете использовать, то можно будет об этом сделать. Убийцы, я думаю, наверное, я не знаю, что есть. Так, ну и Чек, агрессивно здесь играет через барак на лагере наемников. Посмотрим, будет ли Соуин делать разведку. Если он не будет, то есть, он не может обистрироваться. Но он должен быть в erosionνη и прошлом. Он пока, на ней будет в то время, который должен быть, чтобы он бить, чтобы можно быть. Здесь, кстати, Фоги, помню, рассказывал, что он тестил здесь конкретно вот этот криппинг И даже Блэйдмастер со спидскроллом не успевает, по-моему, добежать и добить голема, если сделать все правильно Насколько я помню, слава Фоги Либо без спидскролла Я не уверен, но, по-моему, Фоги говорил, что здесь Блэйд не успевает на крипджек В интервью на сайте Су Ин сказал, что ходит тренажер каждый день Нет, я видел, все-таки надо давать отдохнуть Я потом комментарии по этому поводу дам Сейчас пока за игрой будем следить Напомни мне Так, Грант спалил здесь Но Блэйдмастер забрал точку с троллем, выбил какой-то девайс В смысле не девайс, а какую-то книгу Здесь Висп спрятался И Преста сейчас минуснет Су Ин Преста-то минусует надо Ой, лол, не успеешь ли? Нет, со второго Виндволка забирает Да, со второго Виндволка забрал, минус Прист один Здесь Инвол Девайс вообще топовый выпалит для Деванхантера Инвол плюс Сапоги Ловкости Плюс 3 Ну и минус Арча, скорее всего, будет Хилит он ее Виспа подставил Минус Висп Нет, Арча спаслась, но Висп сдох Барак уползает Ну, пока что ничего особо не произошло Потерял чек одного Виспа, одного Тролля Снова бежит на Мэйн Сау Ин Но у него мана на Виндволке уже нету Хотя он может спокойно отменить Бору Ой, не Бору, а Мунвел Продолжает Бараком проходил и крепится Хочет забрать до конца точку На мейн прибегает Блэйдмастер Сейчас начнет отменять Мунвелла, строящийся Здесь Тролль сразу закупается Да, минус один Мунвел Дивиниты поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает На Доширак Ну, или Макдональдс Спасибо, Дивинит, большое Так, еще минус Виспа один был Одного спрятал Сейчас еще Виспа минус... Еще Виспа! Минус три Виспа! 360 золота только что потерял И еще может Виспа потерять Нет, под Мунвелл уже уходит Тролля неплохо фокусит Но здесь Сау Ин под тремя Мунвеллами, конечно, не сможет размениваться нормально Поэтому уходит Неплохой заход был Потому что убийство вот этих Виспов, оно критично для Эльфа Потому что он не сможет и заказать и Талонницы, и Т3, и Бисмастера, и Грейды, соответственно Поэтому придется сейчас Чеку достраивать Виспов Соответственно, это будет потеря по Течу А, нет, он Хантер Холл ставит Такой поздний причем Господи, он не будет в Талонов играть? Чек, 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 Чек! По лицу похлопайся, по лицу Какой козел, что ты делаешь? У тебя Хантер Холл, блин, очень поздний Какие козы! Чек, что ты делаешь? Соберись Что за страты? Ты хочешь в лузера попасть на воркера? Походу, дело, да Соуин прибегает, видит здесь Хантер Холл Прекрасно понимает, что его ждет Он может теперь подготовиться То есть, он скорее всего, что... Вообще, у него Турен был заказан Но, возможно, он сейчас отменит Турена и сделает Шату Хантера Я так... Нет, все-таки уже Турен вышел Ну, в принципе, Турен в такой ситуации тоже неплох Тем более, Чек всегда может поменять стратегию Он сейчас может Толоннице поставить Учитывая, что он спалил Хау может сейчас просто Толоннице поставить Нет, это лорницы Ну, они очень поздние То есть, они, по идее, уже должны были почти построены быть Потому что Ха Ха забыл Магазина нет И знаете еще, в чем проблема? Он будет, по ходу дела, не в Медведя играть, а в Маздряд И главная проблема в том, что он потерял 4 виспа в начале игры Отряда стоит 60 леса каждая Соответственно, у него просто тупо леса не хватит Он сейчас, конечно, дозаказывает виспов, но все равно Не факт, что ему хватит Здесь, кстати, идет Отступление, потому что Крипджек бежит Само собой, нельзя под козла здесь подставляться Потому что с прикопочкой потеряет грантов И на этой карте, видите, опять У обоих игроков практически нету Икспы, но Демон Хантер 2 уровня уже есть Смотрите, агрессивно забирает точку Но человек, на самом деле, с таким плохим началом Он сейчас агрессивно действует И получает много Икспы Правда, бесполезный девайс Пока что он здесь впереди Да, это Маздряды Это Маздряды И смотрите, он до сих пор виспов заказывает Когда он только строил Дрядницы, он заказывал виспов Он продолжает Это куча голды, которую он тратит на виспов Нужны рунные браслеты продавать Рунные браслеты? Че ты не продал-то? Зачем тебе этот девайс бесполезный? Господи, чек, соберись Хотел бы я сказать, был бы я там, я бы затащил Но у меня там нет Блин, ну я не понимаю, человек не продал рунные браслеты Здесь рабочий на разведку пошел Рабочий, скорее всего, отправлялся с целью Узнать, будут ли это Медведи или Маздряды То есть, есть ли Т3? Был бы Т3, он бы понимал, что придется уже к Медведям контру делать Но теперь он видит, что там типа соло Дряды Соло Дряды можно даже Катапульта добавить Если дефаться на базе Если, конечно, ты в чистом поле, то Катапульта не решает А если на базе дефаться, то Катапульта очень круто заходит Здесь мантия на плюс 6 Ну, интеллект для козла Магазин все еще не поставил чек Интеллект выпадает Стом будет у Таурена, само собой Конечно, Бешадо Хантера против Маздряд тяжело А, нет, магазин все-таки уже построил Продал руны и браслеты, я надеюсь На что они бесполезны Смотрите, Соуин в атаку собирается Он, кстати, уже 1-1 грейды сделал И очень много райдеров Но сейчас его крипджекуют АТП-то нет Спидскролл, кстати, тоже не поможет Потому что, во-первых, есть прикопка Во-вторых, есть диспалд ряд Он вейв... Что? Нахрена ты вейв против Маздряд сделал? Тебе надо было стомб брать, чтобы Затыкивать героев Здесь... Ну, вообще Соуин хорошо сражается Он сейчас оттыкивает Дряд по одной Конечно, он теряет райдеров тоже, но Он лучше сражается сейчас И у него Блэйдмастер мощный У него сильная лопища его Остается, правда, всего 2 райдера Но они нормально нарезают Два... Два левел-апа получает орк Сейчас тролля, кстати, надо было в первую очередь Вкусить, он все-таки больше дэмэдж наносит И чек разваливается Просто минус все дряда Можно сейчас тыкнуть Возможно, даже в козла Все дряда минус нули В козла можешь тыкнуть? А все, минус козел Нет, бутылку выпивает Ну, а пища, конечно, у Блэйдмастер сильная была Вроде там такой сзади подходит эльф А оказывается, орк-то просто зажал Но я не понимаю, зачем он вейв качнул, когда нужно было брать стомп? То есть стомп, во-первых, дешевле стоит И он оглушает И надеюсь, Суин взял вторую ауру Потому что, ну, второй вейв здесь бесполезен Вторая ауру Ну, кстати, да, смотрите, как быстро все бегают Скорее всего, это вторая аура Не очень хорошо навалился Минуснул дряду Хотя сейчас козла пытается минусовать Будет ли бутылка? Походу, бутылку купил Демон Хантеру Не успел, наверное, переключить там На козла, и бутылка купилась не тому Ну и все, это 1-0 за Суином Вот так вот легко Ну, стратегия у чека была пососная, мне кажется Маст-ряды, которых тем более спалили То есть на эффекте неожиданности не получилось взять Ну, все Нет, здесь пытается, конечно, чек как-то отковыряться Но Мунвелов уже нет Ну, отступил Суин, потому что битвы он немножко Тут Барак, кстати, не участвовал в битве Он где-то в жопе был Ну, Суин просто развернулся тут Причем у Суина даже свитков-то нету Есть один Инвул Ловится Демон Хантер и, да, сейчас Демона Ну, тут райдеров просто целая куча Хотя... Не, у Блэдмастера Инвул есть Ну, просто Инвул прожми и убей Демона Да Хотя четвертый Демон Лопищи его сильны, но не помогают А, смотрите, у Козла Инвул на 15 секунд был Я же, я еще помню, где Инвул-то на 15 секунд Там чек передал Инвул, но не успел нажать Видимо, пингулечка не сработала Ой, какой вейв Ну, вейв, кстати, первого уровня был Не столь эффективен А теперь уже второго уровня Здесь уже орк просто делает все, что хочет Ну, это минус чек в первой игре Ну, сейчас игра закончится, я отдам свой комментарий Почему здесь чек проиграл Если вам и так это не очевидно Не, ну чек еще не сдается, у него куча Монвэлов Ну, просто понимаете, орк фармит То есть орк очень много нафармил Хотя он еще райдера отдает В общем, игра еще не закончилась, но ключевые моменты какие В начале игры чек потерял 4 виспа 4 виспа это огромное количество дерева, которое он не добыл Ему пришлось их достраивать Во-вторых, он, то ли он, у него не было плана на игру, как играть То есть он Хантер Холл поставил уже практически, когда у него Т2 закончилось То есть он такой думает Блин, мне виспов нарезали, мне на талонов что-то не хватает Дай-ка я поставлю ХХ и попробуй в Дряд, который еще дороже по дереву сыграть То есть бред И его спалили То есть ему ХХ спалили То есть орк понимал, что играет против либо Дряд, либо Медведя Потом ему спалили, что в Медведя он не идет Его просто контроль райдеров убили В общем, у чека не было какого-то плана на игру, это 100% Ну и основной момент, это, конечно, минус огромное количество виспов Демон Хантер не выходит погулять сегодня Здесь просто окружалити идет Масс сетки Ну, плейт четвертого уровня Просто нарезка дикка идет, даже без девайса Инвол на 15 надо прожимать Джи-джи Один ноль Ну так вот Парень в круглых хачках Без шрама даже Затаскивает первую катку Я вижу, что он вообще не успел, но он все равно Но он все равно Он немного встал Потому что в нашей стране Можно сказать Что-то, как мы Чем-то, как в нашей стране Мы не будем в первую катку В первую катку Мы не можем в первую катку Но это может быть Следующий катка В этом катку Я купил я И вот Я выбрал Видно Вы Можете Попробовать зал, а ты, типа, его затроллил, типа, а я не вижу, что он посещает. Я тебе открой секрет, не все, кто ходит в качалку, они здоровые на массы наборе, такие жесткие типы. То есть, большинство людей, которые посещают спортивный зал, они ходят туда для галочки, либо для поддержания какой-то формы, чтобы совсем не заплыть или совсем не быть дрещами. То есть, есть уже другой процент людей, которые больше фанатеют от этого, они хотят там чего-то добиться. Так что, не надо думать, что если человек сказал, что я хожу там заниматься, то он должен обязательно выделяться как-то из толпы. А то, что ходят, это уже замечательно. Своё как-то... Своё тело поддерживает в тонусе, это уже плюс. Сейн забезал. Он, Фоги, тоже мне говорит, что он в качалку ходит. Он ещё рассказывал, что у него пресс был, хотя Фоги весят там 60 килограмм, ну ладно, 70, по-моему. И говорит, он сейчас у него пресса нет, потому что он это перестал ходить. Это просто так, что он качалку «См. Ах, кхм». Я тебе дам такой совет. Не стоит трапеции уделять такое внимание, чтобы ее именно закачивать, потому что она, в принципе, нормально закачивается, когда ты плечи делаешь, когда ты спину делаешь, в принципе, от любого базового упражнения нормально. Это то же самое, что шеи. Не надо шею качать, она и так будет расти. А в домашних условиях, когда они только шраги, наверное, Фогги поднабрал много в карьере, да? Да, да. Он в прошлый год и в прошлый год очень много игроков. Фогги поднабрал много в карьере. Ну, когда ты там в среду играешь, да, мы посмотрим в среду. Не, я плохо, что не прошло, я как раз сейчас поднабрал нормально так. Я намного больше стал, чем летом. Я уникала почти 6 кг, но у меня мышцы на полном стали. Но хокги поднабрал много в стадии. Я не могу отходить до最後. Да. Какая-какая техническая девочки, мы видим, что у deutsche армия vielen интеграции есть одни себя индивидуального силу. И еще у них они также обличие в соревнованиях депрессии где-то в соревнованиях депрессии требования для технических техники. На антитральной мировой техники в начале командирской техники в чем-то Austrian гитрации в съемке или группы в соревнованиях. Это действительно просто комфортно. Не, Вовка, я с тобой это, не прямо согласен. То есть отката, если ты в Натураху тренишь, он не такой сильный. То есть он будет постепенно, конечно, откат. Но если ты будешь постоянно поддерживать форму, то отката никакого не будет. Ты будешь только расти. Если, конечно, в плато будешь упираться иногда, но их надо преодолевать. А на фарме, конечно, там откаты дикие. А Блэйд, он на фарме, да. А как ты думаешь, что ты думаешь, что они думают? Я думаю, что я думал, что они думают, что они думают. А сейчас, в принципе, мы должны быть в плато. Блин, опять эти вопросы, какой рост, сколько вес. Не буду я на них отвечать. Надоело. Каждый день начала в 12.00, ребят. Каждый день Фоги, да, в среду играет, если я правильно помню. У него группа С, кажется. Что-то долгие перерывы между играми. Ну, это хорошо, типа, для комментаторов, они могут отдохнуть. Хотя, игры не такие... Если бы долгие игры были, я бы понял, а так, они практически сразу идут. Но, может быть, в многих сезонах, они могут быть более красивыми. В Фоге от Эль тот же, да? Как и в этом... Летом, точнее. Я все хочу сказать, в прошлом году, но учитываю, что второй сезон в этом же году. Да, получается, этот же. О, пошла игра. Так, у вас Трифьюдж пикнул чек. Ну, это карта топовая для эльфа. Карта очень хорошая для эльфа. Здесь много узких проходов, где эльф, соответственно, с талонами может отлично размениваться. Но я надеюсь, чек не будет сейчас... Как надеюсь? В смысле... Я думаю, что чек не будет мудрить с дрядами, он будет просто играть в стандартных талонах. Игорек, я про это и говорил, а учитывая, что Фоги как бы... Не особо жирный, если так можно выразиться. Поэтому он по умолчанию у него должен быть, потому что у него процент жира и так невысокий. Вот. Ну, неважно. Сейчас у нас разговор про игры. Так, ну, Суин Блэйдмастер, естественно, будет делать. Вообще, Суин, он такой интересный игрок, он часто нестандартные решения делает. Ну, я бы не сказал, что он, знаете, под копирку играет постоянно одно и то же. Он старается все-таки как-то удивлять соперника. Я с ним еще встречался давно на всяких Зотоках, 2000, там... Когда Зоток последний был? 2011, 2012. Но он, в общем, играл в Зотоке лет 7 назад. Он никогда не славился какой-то мощной игрой, что он прям топовый игрок, но... Уверенный середнячок, который может выигрывать. И сейчас он это показывает, уже первую катку затащил. Потише комментатору. Хорошо. Жалко, звуков из игры нету. Че, кстати, зашел с другого аккаунта. Вы видели, в первой игре у него аккаунт был со звездочкой, а теперь он через... С аккаунта, чей вон зашел. Интересно, с чем это связано. Не знаю. Шел криппинг, цирклеточка, хорошо. Так, здесь когти для чека. Это хорошо, на спидах бежит. Интересно, для чего возможно у Соуина есть какой-то тут тайминг, что Демон Хантер в этот момент выбивает этого тролля и нужно на спидскролле пробежать. Я не знаю, с чем это связано было, но в любом случае это минусовый сейчас получилось, потому что... Хотя... Кто забрал девайс? Девайс забрал Соуин и Икспу, кажется, он забрал. Блин, плохо, когда смотришь и стрим, то есть... Нет, забрал чек. Чек забрал тролля, соответственно, а Девайс забрал Соуин. Но Соуин уже плохо начал, потому что потерял свиток скорости, это 50 золота. То есть он ему не нужен был. Возможно, какой-то был тайминг. Так, тут быстрый тэч. И смотрите, здесь Депанк на Арчу сделал чек. А зачем? Смотрите, добавляет Арчей, у него какой-то план есть. То есть против Орка всегда играет в одну Арчу. Сейчас у него их две, и он делает третью. Значит, какой-то есть план. Возможно, какой-то, не знаю, Нага Пуш там. Ну, просто зачем тебе лишний Арчи? Он, кстати, ну, в любом случае, Соуин спалил, что там Арчи. Да, и он еще Арчи делает. Слушайте, опять какая-то прохлада от чека. Отель другой, но такой же. Ну, место проведения тоже самое, так же дойти близко, да? Так, четыре Арчи. Сейчас увидим, зачем он столько делал. Просто он сейчас никак их не реализует. Соуин в этот момент второй уровень получает. Чек рядом выбивает девайс. Так, второй уровень получает, Кобу получает. Видит, что Блэйдмастер там закрепился. Вот сейчас Демона Хантера неплохо примут. Здесь три Гранта и Блэйд. Ну, много миссов было. Так же, не так уж много ХП потерял, как мог. Блэйдмастер. А нафига ты сто Карчей? Блин, кто не объясните, нафига тебе сто Карчей? То есть, с какой целью ты их сделал? Ты можешь... Во-первых, в чем смысл вообще эльфа против Орка? Ты должен нахарасить максимальную экономику Орку, чтобы ты в талоны вышел, пришел и убил. Чтобы Орк постоянно терпел по экономике. Ну, то есть, вот как Фоги играет. Он постоянно так играет против Орков. То есть, отмены бестиариев, отмены спирит лоджа. А тут четыре Арчи зачем? Их сейчас просто Блэйд по одной высечет, плеткой. По-жесткому. То есть, какой-то подпуш идет с четырьмя Арчами. Ну, не знаю. Сейчас просто увидите, как Блэйд рассечет их. Он вообще крипится пошел. И вот сейчас здесь крип-жекнут. Блэйд сзади уже бежит. В общем, странная, странная игра. Хотя успевает... А, Блэйд не спалил! Блэйд вообще не понял. Суина здесь... Не до конца он разведывал, и сейчас выбивает девайс. Здесь уже Турен. Да, вот Чеку. Повезло, что Блэйд не прочекал. Здесь Суин выбивает девайс. Но у него, кстати, замазки нет, и Блэйд, смотрите, какой сладенький-то на 50 хп. Сейчас пробежит, а там халявная просветочка, может, какая-то будет. В общем, я не понимаю, зачем тебе арчи. То есть, тебе с ними крипятся, ты без них бы нормально крипился. То есть, то, что вы сделали, три дополнительных арчи, это по дамагу не так сильно сказывается. У вас есть бисмастер с кабанами, есть демон-хантер с огромным дэмэджем. В общем, ладно, оставим это. Здесь выпадают плохие девайсы для эльфа. Это банка маны на 300. О-о-о-о! Здравствуйте, минус райдер. А зачем здесь вообще райдер нужен был? Еще и тролля купил Чек. Добивает крипа бараком. Вообще, блин, сегодня группа какая-то, по-моему, только Флай очень жестко отыграл. То есть, у нее не было каких-то критичных ошибок в играх. А вот Воркер, да, Воркер там играл, особенно в второй игре не ладилось. И сейчас видим, как Соуин, и Чек, они очень много ошибок допускают. То есть, нету какой-то, знаете, вот идеального такого криппинга какого-то, не знаю, там... Кто-то бараком добивает, кто-то тут что-то косячит. По стратам тоже есть вопросы, особенно к Чеку. В общем, Чек просто на пофиг гриппится. Не, ну это на самом деле тоже хорошая страта, просто прокачать ваших героев по-быстрому. Но страта с быстрыми талонами и быстрым циклоном всегда эффективна. Так, Ворк собирается... Ну, тут, по-моему, прохлада какая-то от Соуина. Зачем он... Блин, покажите нам битву, там минус барак. Соуин наваливается, да, циклона все еще нету. И у Соуина здесь один райдер всего лишь. Вот, ну, как я сказал, смотрите, что с Арчами случилось, когда Блэйд по ним атакует. Просто Блэйд с одного удара половину ХП Арчи снимает. Ну, это скритулечки, естественно. Минус все Арчи, здесь тролля тоже прессует. Нужно было магазин поднять давно, ловят тролля, минус тролль. Почему-то Арба у Бисмастера, а не у Демон Хантера. Причем Бисмастер не атакует, здесь уже принимают Демон Хантера, но он третьего уровня, неплохой такой Демон Хантер. Продолжает его принимать, уже на спидскролле принимает. Сейчас будет сеточка, но на ТП уйдет. Да, на ТП должен здесь уходить. Или там став есть. Да став у тебя был, ну что ж ты делаешь, чек-то, блин, соберись уже. Я не болею за чека, просто, я не понимаю, у него став был, он мог с Демона ставнуть. Зачем ТП было отдавать? Там была сетка, но ее бы отпустило, он бы не умер. Там же Кулькулейда, ты на лане играешь, пинг 0. Ну, не 0, там 10 пинг, или 8. Ну, Суин неплохо залетел, разменялся в Дикий Плюс. Не так он много... По трупам, не знаю, может там Грант какой-нибудь сдох, потому что, видите, райдеры биты, все битое. А Эльф потерял вот эти хардшейд, роля там, талонов не потерял. Ну, и минус ТП так же. О, смотри, даже Грант уполз какой-то сладенький. Орку сейчас нужно забирать две рядом точки с собой. Я не думаю, что есть смысл на красную идти. Я думаю, надо забирать... Нет, орк идет на Кримджек. А зачем? Ты... Блин, вот логика где? Ну, должна быть логика в игре. То есть, ты только что разменялся, у тебя сейчас армия замазывается. Турена третьего нету, маны мало. Зачем тебе идти на Кримджек, когда там Циклон доделался? Особенно без третьего Турена. Да еще и Тинкер, который вышел. Я не вижу смысла пытаться сейчас с Эльфом сражаться. Тем более, Эльф там под колодцами захилился. Ну, в любом случае, Чек здесь застал принимать орка. Ну, и правильно сделал, конечно. Так, Свиток есть, Бесмастер чуть-чуть до третьего не хватает ему. Я думаю, есть смысл уже на красную идти. Хотя нет, будет сражение. Вейв неплохой. Так. Ну, и сразу впиливается... А где диспл? А диспл есть вообще? Эм... Спиритволкеры? Слушайте, там диспл нет? Нажмите на Спиритволкеров, там диспл, походу, дела нету. Нет, есть. Почему он не дисплелил? Там Блэйдмастер летал полчаса. Это лол. Там просто всю армию перебили, пока Блэйдмастер и Турен летали. Ну, и минус райдеры, смотрите. Талоны стоят под заводом. Завод, кстати, до сих пор не убили. Завод там два... Три батарака с магнитофонами пытаются забреть, так и не забрели. Завод кучу дэмэджа нанес. И сейчас просто здесь чека разбирает за счет талонов. Потому что то ли у Сауина Грейт на диспл не был готов, то ли маны не хватало. Потому что он не дисплелил циклон. Ну и смотрите, все дохлое у Сауина. Ну да, это 1-1. Ну а здесь уже Турена не отпусть, там Висп поджал его. Да, минус Турен. Блэйд летает. Ну какая-то глупая отдача от Суина. Просто пришел, отдался. Потому что игроки очень плохо читают игру. У них... У меня-то карта открыта, мне легко. Турена выкупает, но это уже понятно, что бесполезно, минус Блэйд. Очень странная отдача. Передал даже инволб Бисмастеру. Ну, Суин сейчас, да. GG, 1-1. Вообще, у меня два вопроса. Суин напал на армию эльфа, когда не было циклона. То есть он неплохо разменялся. То есть убил вот этих арчей, траля там, развел на ТП. Отступил, хилиться. Он видит, что Чек крепит рядом с собой магазин. Понятно, что Чек очень быстро заберет его. У него большая армия. У него тинкер есть, у него все герои живы. Есть циклон. Суин зачем-то лезет на него непонятно зачем. То есть он мог забрать, пойти красную точку, забрать у себя обсерваторию. Лагерь наемников купить, там тралян. То есть игру как-то затянуть. То есть постепенно выходить в 60. Опять же, он сражался 50 лимита против там, ну, 45, наверное. Наверное, у эльфа, или сколько там было. И в битве, когда началась битва, ему подкрутили героев, он не диспейл. То ли он диспейл забыл заказать, и он закончился. То ли там маны не было. А если у тебя маны нету, спирит волкеров, нахрена идти нападать на эльфа? Тем, что ему подкрутили двух героев, и мы просто расстреляли всю армию. Очень много вопросов. И, по ходу дела, мы не получим ответа на это. Странное, странное, конечно, решение от игроков. Ждем решающую игру, кто попадет в лузера к воркеру, а кто, соответственно, к флай. Ну, по играм, мне кажется, флай сегодня всех раскатает, конкретно в группе. То есть флай с первым местом выйдет, как я предполагал. Но пока что еще не факт, потому что флай в прошлом году лайфу там против эльфа сливал. То есть флай, что это не так. Дорого бы не вор, вот если бы ты не так болел за чеком, мы про это всё равно. Хотя, кто знает. Дорого бы не вор. 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 Дорого сын выбирает. Смотрят, что там осталось. Не знаю, думаю, какое-то эхо может будет. Точно не тэс. Нет. Нет, Тартл Рок вряд ли будет. Тартл Рок, мне кажется, больше эльфийская карта. К Фоге, а чё там, воркер вернулся в тренинг-зону, или он там остался? Ты его пойдёшь поддержать-то перед матчем? Или ты так и будешь сидеть в стрим смотреть? Хотя тебя там должны выгнать, по-моему, скоро, если у них такие же правила, как летом были. Нас во сколько там, в пять или в шесть выгоняли? А, воркер тут. Привет ему, передавай. Скажи, что мы за него топоры поднимали. Но он не дотащил. Эй, блин, как они долго говорят, конечно, между играми. Да, Эхо. Эхо всё-таки выбрал. Соуин. Ну шо, решающий матч. Никто из игроков не хочет в лузера падать, само собой. Всё-таки, если ты в лузера падаешь, то тебе нужно два матча выиграть без поражений. А если ты, соответственно, в лузера проходишь, у тебя два шанса на выход из группы есть. И у тебя есть одно право на ошибку. Так, Блэйд пошёл. Аркадненький барак от Чека. Может и получится Соуина наказать. Кстати, смотрите. Нет, это стандартный магазин. Да, это стандартный магазин. Я просто подумал, что он его чуть быстрее ставит. О, кстати, да, в Фоге скажи, чтобы воркер там это взял, колд кофе, как нам тогда приносили, оно нормально тащит. Там сахара достаточно, мозг начинает работать. Перед игрой скажи, что пускай жахнет одну баночку. А если выиграет, то ещё и вторую. Нет, здесь не будет наказан Чек за такой криппинг. Соуин никак не прочекал, соответственно, крипджек быстро не побежит. Ну и Чек здесь идеально, по-моему, крипит. Насколько это возможно для него. Забирает. Ой, бесполезный девайс выпадает. Не повезло. Не повезло Чеку. Так, убивается синий бамбар. Человек сразу побежал продавать девайсы, покупать, соответственно, цирклетку и даст. Фоги, а что у тебя ВК не работает? Работало же всё в прошлый раз. О, нифига себе! Вы видели? Соуин очень грамотно успел накинуть за маску и Тимин Волк. Это опять же хороший пинг, но тут надо подгадать, чтобы сначала топоры прилетели в вашего Блэйдмастера, потом уже за маску сделать. Ну, смотрите, агрессивно Соуин, прям как в первой игре. Ой, какая кривая! А, нет, там нету прохода. Мне показалось, что есть проход между Мунвеллом и Альтарём. Так бы Троля бы потерял. Нужно хилить Троля. Да, отлично, отлично похилил Чек. Ну, думаю, даже Соуин будет колбу отдавать на 500, чтобы продолжить здесь Харас. Нет, не хочет. Мне кажется, был смысл отдать колбу на 500, чтобы Виспов там пытаться нарезать. То есть, как в первой игре сделать себе преимущество по экономике. Так, здесь сбивается Реген. Ну, вот сейчас, походу, дело уже колбу придется отдавать. Но сейчас не так она хорошо сыграет. Даже, смотрите, цирклетку выложил. Ну, стараются игроки максимальный профит получать от девайсов. Да, надо было раньше колбу использовать. Тогда бы... Тогда еще не было Троля вот этого, не было ночи, чтобы Арчурку прятать. Сейчас уже не так хорошо смотрится колба. Ну, Соуин жадно сыграл и в итоге наказал его играм. Да, теперь он не может уже никого убить. Еще один Мунвелл доделался. Теперь уже точно никто не сдохнет. Поэтому нужно просто отступать. Можно было сейчас подмовить Демон Хантера, но чувствую, с таким количеством ХП он бы смог Блэйдаба зафокусить. Слушайте, неплохо все смотрится у Чека пока что. У него и по ХП больше, и ситуация такая неплохая. Ничего он не потерял в начале игры. Ну и, соответственно, Соуин таким разменом потерял время и не прокачал свой Блэйдмастер. Ну, здесь окружил кабанчик, я даже не заметил. Ну, здесь окружил кабанчик, я даже не заметил. Ну, и Чека, как и во второй игре, очень саевого крипится. Не агрессивничает на базе орка. Ну, и во второй игре ему это вылилось в победу. Хотя там, мне кажется, все-таки ошибки Соуина решили больше. Кабан здесь на крипджек пришел и сейчас собьет реген ХП с Гранта и с Блэйдмастера. Блэйдмастер убегает далеко-далеко. Может, кабан еще попытаться Огра добить, но... Лол! Что-то Икспы как-то у Турена маловато. Блин, ну, я не уверен, но... Есть инфа, что кабан мог добить, потому что что-то у Турена как-то мало Икспы. Сложно сказать. Потому что все-таки я не от Ап-сервера смотрю, а Алистрим, поэтому не могу чекнуть. Ой, что здесь творит с СЛС-ом? Крипится. Причем этот ЛС накинут оркам, значит, Икспу дают. Просто многие могут путать. То, что ЛС от крипов накидывается, тогда вам за него Икспу не дадут, потому что крипы накинули. А если вы сами ЛС накинули, то вам Икспу будут сдавать. Что-то ваш девайс. ЛС, конечно, прикольная тема, это как второй уровень жарки. Пока все стандартненько, особо каких-то происшествий не произошло. Он просто крипит карту. Снова Блэйда с ЛС посылает на крипинг. Мне кажется, даже такой юз ЛС, он оправдан, потому что ты очень быстро забираешь точку. В битве, в принципе, этот ЛС, скорее всего, никак не поможет, потому что, если ЛС накинут на Блэйда, его подкрутят, и, соответственно, ЛС пропадет. Так что профита в битве не будет. А использовать его для такого крипинга? Ну, Гранта, не тянет! Что ж такое-то, господи? Ну, ребята, ну не до контроля. Здесь вообще райдер... Что он опять делает? Опять райдеров отдает. Хотя нет, райдеры здесь не отдадутся, потому что армии нету рядом. Ну и райдер должен убегать. Господи, что же они делают-то? Тут еще Тинкер подходит. Там на третьем уровне 20 вроде. А, кстати, да, может... Не, пока, эти разы не 10, 20, 30. Или 10, 15, 20. Блин, я не уверен. Просто, ну, не такой популярный спелл. Мне казалось, 10, 20, 30. Это должен нам Фоги написать. В общем, не важно. Просто ЛС-то по 20 жарит. Так, ну что-то у Суина очень битые плейдмастеры. И замазка где у плейда нету? Да, он этот фунгкан, не знаю, не знаю, у него ленуан. У него был ленуан. У него был ленуан. У него был ленуан. Ой, сейчас если будет битва... Ой, блин, ну Суин, что ты делаешь? У тебя райдер, блин, на соплях бегает. Почему он у тебя не на базе? Ну, по-моему, для Чека это изявое сейчас будет. Не хочу я раньше времени хоронить Суина, но просто райдера на муви отдал, который, блин, дохлый, почему-то бегал. Сейчас минус Спирит Волкер. Ну, у Чека вообще все великолепно. У него 50 лимита, только нужно фейериков еще добавить. Я бы на его месте тролля бы убил и добавил двух фейериков. Ну, сейчас просто приходит эльф на базу Корку и забревает его. Хотя тут третий турэн с банкой маны. Ну, просто вот эти потери райдера отдал, Гран Тюлю отдал. Нельзя так делать. Потому что сейчас, смотрите, в чем прикол. У орка 50 лимита, у эльфа тоже 50. А кто сильнее 50 на 50? Конечно же эльф. Поэтому у орка должно быть 60 лимита. А у него его нету. И непонятно, куда сейчас Суин на 50 лимита лезет. Ну, типа Крипджек. Ну, позиция неплохая для орка, потому что у эльфа тут часть юнитов были в сетке. Ой, вейв, конечно, шикарный просто во все. Ну, слушайте, хорошая позиция для орка. Он сейчас реально может здесь разменяться в плюс и развести на ТП. Неплохо сразу зафокусил. Неплохо райдеров контролят. Райдер отступил. Свиток. Ну, свиток такойся. Еще вейв, вейв. Вот вейвы, конечно, Суин кидают просто великолепные. Просто во всех. Реально он здесь нормально так чека принял. Сейчас посмотрим. 49 лимита, у него было 52. Значит, возможно, до заказа сделал, но он потерял райдера. Слушайте, очень хорошие вейвы. Вот это прям вейвы. 39 лимита. Ничего себе чек не засплитил талонов, называется. Нечасто такие грамотные вейвы увидишь. Просто когда смотришь какие-то игры фокуса, он постоянно вейвы в одного талона кидает. Вейвы в талон кидают. Не, ну великолепную битву Суин дал. Тут не поспоришь. Сейчас у него еще есть тут пару точек, которые он может забрать. Нужно обязательно тролля брать. Вообще тут у чека два тролля. Хотя обычно должно у орка быть пару троллей таких. Так, сапоги выпали. Ну, сапоги... Не, ну можно оставить, почему? Кстати, даже на Таурене они неплохо смотрятся. По той причине, что еще более мобильный Таурен будет еще круче вейвы кидать. Опять же, уклоняться от монобернов. Когти плюс девять. Здесь рабочий был на разведке, убивает его. Ну, орку, может, даже в экспант есть смысл сейчас пойти. Четвертый блейд, надо нижнюю точку... А зачем он спецкро заюзал? А, он, смотрите, знаете, он зачем спецкро заюзал? Чтобы быстрее на магазин попасть и перекупить сейчас важный свиток. Это... Ну, мне кажется, он и без спецкро была бы успел, но все равно это такой важный момент. То есть, просто мы его и увидели сейчас, и сразу поняли. Ой, здесь позиция плохая для орка, не лезь, не лезь. Ну, смотри, здесь позиция просто отвратительная будет. Очень узкий проход. И завод. Ну, идет на мейн, Суин правильно делает он сейчас. Во-первых, эльф уже потратил завод, то есть у него не будет завода в битве. Ему нужно сейчас ТП делать. Потому что эльф там застрял. На телепорте должен уходить. Вообще, в идеале, конечно, экспант ставить орку в такой ситуации, раз он решил раз... Ой, какой... Ну, это плохой вейв, кривой, да. В трех талонов кинул. Минус Мунвелл сделал. Здесь кабан второго уровня уже, минус нулью. Там рабов минус нулью парочку. Ну, слушайте, игра вот эта уже интересная смотрится. То есть тут уже такие пошли решения, то есть там зайти на базу, там минуснуть колодец. Ну, в идеале, конечно, Суин должен экспант ставить. И у Суина 53 лимита. А, нет, это 53 у Чека. Хотя у Суина сколько? Он Арчу сейчас убивает, чтобы выйти из лимита. Это правильно. В идеале сейчас орк должен был экспант ставить. Ну, потому что он тянет время, а нужно как-то укреплять преимущество. 61. Неплохо. Свиток есть у него. Еще очень важно свитки перекупать максимально, чтобы эльф не мог контрить вейвы свитками. И, кажется, все-таки идет на нижнюю точку. Слушайте, очень возможно, что Суин затащит эту катку. У Чека ситуация такая двухстульная, я бы сказал. Потому что он не может выйти с базы, потому что у него нет телепорта. Он, кажется, не купил. И он не может свитки перекупать. А свитки ему нужны. Еще сапоги. Две точки, два сапога. Не повезло здесь. Сауина, конечно. Амулет маны, там, когти плюс 9. Даже просто печенька на хп была бы тоже лучше, чем просто сапоги. Ну, сейчас эльф забежал здесь. Бурова начинает сносить. Можно постараться грамотную позицию занять. Нет, просто Чек делает телепорт. Даже не стал пытаться сражаться здесь с орком. Ну, один Боровс, то, что он минус нулый, это вообще не критично. Экспанды так никто и не поставил. Да, сейчас ДТУ-Жан,基本上, уже нет. Если он не создал, то он будет 20-ти человек. А сейчас он работает в 67-ти. Здесь у него есть. Компания. Если он не был 20-ти, то он не был. Смотрите, в чем прикол. У Чека нет свитков. У него чисто колбы есть. Его просто вейвы могут откидать. В теории Воркер еще может выйти. В смысле, Воркер вообще должен выходить. Потому что, глядя на игру Чека и Суина, они совершают огромное количество ошибок. Ну, в принципе, Воркер тоже сегодня очень много ошибок совершал, но в идеале Воркер должен их обыгрывать. Ну, если он хочет выйти. Понятное дело, что Флай сегодня сильную игру показал. Он еще не вышел, конечно. Так, здесь финальный замес. Сауин прибежал. Хороший вейв. На колодец наломился и убежал. Интересный мув был. Колодец он не забрил. Блин, ну у Сауина 67 лимита. Мне кажется, что под колодцами эльфа давить, несмотря на то, что свитков много, ну как-то стремно. Может, лучше пойти икспанд поставить, и пускай эльф сам наламывается? Очень странно Воркер действует. Почему не поставить экспант и просто стоять ждать, когда он построится? Кривоватый вейв. Здесь позиция у эльфа просто великолепна. Посмотрите, какое количество талонов сейчас реально это количество талонов может убить. Там тролли уже умирают. Здесь летают герои. Огромное количество талонов. Есть банка маны. Сейчас свиток нужно читать Туренов, наверное, уже. Не, ну Ворка тоже огромное количество. Непонятно вообще, что происходит. Там Монобер на 94. Великолеп Тинкера почти забрили, но став 0. Свиток пошел от Орка. По-моему, эльф все-таки развалился. Там уже Демна принимает. Там есть куча инвулов, куча бутылок. Райдеры вообще с гоблинами сражаются. Смотрите, Райдеры какие битые. Там Демона принимает, но у Демона есть инвул и колба. Еще свиток от Орка. И Орка... Орка уже лимит тает, и его сейчас будут штрафовать. Очень битые талоны здесь. Не отпускает Орка. Начинает корову фокусить. Но это плохой мув, потому что корова жирная. Барак подходит. Барак начинает нормально раздавать по Райдерам. Ставфается Демон Хантер. Там очень битый Бисмастер выползает вроде как. Непонятно вообще, что происходит, но свитки закончили с Оркой. И он сейчас потихоньку будет развалиться, потому что все уже красное. Нету вейвов. Не отпускает его Эльф. Постоянно штрафует. Ой, сейчас Демон! Демон! Демон Хантер! И минус Демон Хантер! И Турен очень битый. Турен! Турен! Ядом его штрафуют. Но Турен, кажется, убегает на соплях. Беги! Беги! Вот это все битые. Там Блэйдмастер остался. Блэйдмастер отпускает. Но Блэйдмастер сейчас будет на винволг. Он может тут всех порешать. Там, по-моему, Турен убили. Нет? Просто левеллап получил Тинкер. Нет, там Турен убивает просто все. Здесь Блэйдмастер уже пятого уровня и вообще неубиваемый. И Демон Хантера-то нету. И все битый Орка просто... А, там пятый... Сейчас вейв будет! Но вейв кривоватый, но двух талонов он убил. Ну, на самом деле, оправдался, само собой. Тут откидывается и Орка отступает. Но Орка 5-5 героя. Не, ну... Интересная была битва. Просто на таких лимитах, конечно, тяжело контролить, потому что огромное количество войск. И все-таки Орка ставит базу. Ну и, походу, дело Сауинта выигрывает. Блин, там у Орка было 3 свитка, кажется, в битве, а у Чека 0 свитков. Был бы у Чека хотя бы один свиток, он, мне кажется, разоплотнил бы. И Орка снова 2 свитка перекупил. Орка 47. Сейчас он, конечно, долго будет замазывать раны свои. Но это еще не потеря для Чека. Он может все еще выиграть эту игру. Герой у него мощный. Ну, конечно, у Сауина 5-5. Пятый Бэйдмастер, это 200 криты. Ну и, само собой, вейв по 200, и свитков-то у Чека нет. Вот эта карта, наверное, и берется Орком, потому что один всего магазин, и Эльф не может свитки выкупать, если грамотно Бэйдмастер постоянно перекупает. Сколько лимита? 40... 41 лимит у Эльфа. Ну... Что-то мне подсказывает, что Воркер будет играть с Чеком. Надеюсь, Воркер следил за играми, и Фоги ему подскажет, как играть против Чека, если сейчас Чек все-таки отвалится. Хочешь, давай вдвоем поконять пару игр. Не, Бонч, я один всегда комментирую. Комментировать вдвоем, это значит очень сильно отвлекаться от игры, а я хочу сконцентрироваться и нормально турнир прокомментировать. Просто мы даже, когда с Фоги комментировали, мы постоянно что-то обсуждаем, обсуждаем, а про игру вообще не разговариваем. Я уж помню, как мы в финал WSA подключились, он просто рассказывал, как там был турнир. Так, в общем, здесь пошел замес. Ой, ну там сразу демона сейчас будут принимать. Нужно демона принимать просто кликом, мне кажется. Как-то Цоин пытается всю позицию занять, талоном пробраться, но ему не дают. Сейчас вейв должен уже быть. Нет, талоны просто... Талоны убегают от коровы. Она орет там, стойте, я хочу вейв вас кинуть. 200 криты уже от Блэйдмастера. Попытка отменить экспант и сделать телепорт, успеет ли... А, есть телепорт вообще? Да, есть телепорт, отмени... Ну какой вейв, посмотрите, просто по всем талонам... Демон уже... 268... 268 крит от Блэйдмастера был по демону. Он просто на 5 хп там выживает. В смысле, спасибо. Я бы... Да я бы в любом случае один комментировал. Потому что, как я сказал, очень тяжело сконцентрироваться нормально на игре и... как-то ее анализировать, когда два человека стримят. Потому что каждый свое там говорит, и в итоге... Больше обсуждать, и мейны закончились. Блин, ну с таким Блэйдмастером я не знаю, что делать. Для эльфа. Просто там демон не может атаковать, его просто тыкают постоянно. Игра, конечно, затянулась. Эльф сейчас будет перекапываться. Но я не представляю, как выиграть орка, тем более у него два свитка есть. В такой ситуации. То есть, наверное, если ты тоже перекупаешь эльф на пару свитков, ты можешь выиграть. Но сейчас просто два вейва, и все, минус все талоны будут. Потому что свитков-то нету. Перекапывается здесь. Эльф потихоньку. Ну, блин, нету свитков эльфа. А чем вейвы контрить? Нечем. Сейчас, кстати, орк может забежать, и мунвейлы подрезать все. Да, я тут... Думаю, у эльфа очень мало шансов. Орка уже почти экспанс встал. Можно пытаться кабанов туда отсылать, но, наверное, не получится. Там орк перехватывать будет. Слушайте, а он, по ходу дела, не собирается ставить экспанс. Он хочет на экспанс орка идти. Ну да, вот здесь грамотно Суэн бежит и отменяет мунвейлы. Во-первых, он грабежом получает какую-то часть денег. Я думаю, он его заказал, грабеж. Во-вторых, мунвейлы... Хотя мунвейлы эти уже ничем не решают, то есть лимит он не будет заказывать. И вряд ли получится стафать героев сюда, потому что экспант идет на мейнкорку. Точнее, на экспанткорку. Мне... Ну фиг знает. Это странное решение, типа валын такой пойти. Тем более сейчас перехватят эти здания. Да, сейчас орк перехватывает. Ну, Суэн, кстати, видит все прекрасно. Еще свитки перекупает. Инвул. Погодите, а сколько там маны? А, на Блэйдмастера в Виндволке, да? Да. Блэйдмастер в любом случае здесь убегает. Просто если у Блэйдмастера не было бы маны в Виндволк, он бы даже с Инвулом просто застрял бы там. И тут очень важно, перекупил ли хотя бы один свиток чек или нет. Вау. Может, и не стоило Суэну сносить базу, эльфу сейчас. Хотя, может, он просто заэлиминейтить хочет его все здания. То есть он не хочет в сражение вступать. Хотя, мне кажется, эльф должен разваливаться против орка. Нам там подсказывают, что шестой Турен решит игру. Нет, шестой Турен здесь ничего не решает в этой игре. Объясню, почему. Шестой Турен получает реинкарнацию. А в матче эльф против орка Турена никто не фокусит. То есть ему выжигают маны, чтобы он был бесполезен. Просто он бегал и давал ауру. И шестой Турен никак не сдохнет в битве. Он сдохнет только тогда, когда у орка останется два героя или там вообще один райдер бегущий. И тогда шестой Турен ничего не решает, чтобы воскреситься в гордом одиночестве. Поэтому обилка шестого Турена конкретно в этом матчапе практически ничего не делает. То есть тебе придется самому его как-то убивать, чтобы восстановить хп и ману. Так, ну и орк сейчас... А орку нужно просто мейн зафокусить, и он выиграл. А, нет, там еще есть талонница. Ну, мне кажется, все равно надо работать. Работать по-то... Куда ты вейв кинул, Вася? Ну, он виспов, конечно, часть убил, но там такие сладенькие талоны бегали. Или он все-таки хочет мейн зафокусить, на пофиг. И он опять вис... Блин, что за... Что это за хрень на настриме? Черные полосы. Инвол пошел, все, пошел на лом. Монобер на соточку пропускает, став на Тинкера. Тинкера все равно сейчас примут. Крит, 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 будет крит, крит. Нет, крита нету. Тинкер так умирает. Да тут, по-моему, через атаку просто... 236 поделать. Ну да, тут просто орк через оклик. Тут даже не надо каких-то вейв чудесных кидать. Тут просто герои умерли. Просто Блэйдмастер... Оп, оп. Там уже вейвы чисто висмастер кидает. GG! Вот это да! Сауин выходит в финал этой группы. Обыгрывает Чека 2-1. Молодец. Удивил. Ну как удивил? Чек-то... Чек видно, что... Слабовато сегодня отыграл. Ну что, Чек будет в лазерах с воркером играть, а следующий матч будет, соответственно, Сауин против Лай. Сначала Венера играются. Чек-то, Майпэдгуд геймалагайд. Чек-то, Майпэдгуд геймалагайд. Умм. Чек-то, Майпэдгуд геймалагайд chart. Спасибо.